Речь пойдет о Китае. Этот монстр, действительно, экономический, который, как мне кажется, сейчас я щупальца распустил по всему миру, и нет такой точки в мире, где мы не нашли бы продукцию Madden China. Но, Даш, ведь ты в Китае, не в Гонконге, да, ты в нем была не так давно, а, ну, скажем так, в основной части Китая была, ну, сколько лет назад? Ну, 7 лет назад. 7 лет назад. Сейчас ты посетила три города, это Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Вот в каких городах ты побывала впервые из этой тройки большей? Я была впервые в Шанхай и в Шэньчжэнь, но и сам Пекин меня поразил, потому что, конечно, изменилось все. Китай меняется на глазах стремительно, и все, что они мне обещали сделать 7 лет назад, они это сделали. Чтобы представить, как бы, я уже о том, что происходит, знала, будучи на Дальнем Востоке в прошлом году, когда я писала про то, куда делись Китай со Дальнего Востока. Лена, средняя зарплата у китайцев 60 тысяч рублей. Как они обещали, что она будет такой, так она и стала. Вот, знаешь, когда у них коммунистическая партия говорит, она делает. Вот это четко. Еще вот 7 лет назад все китайские политологи мне сказали, что наша цель поднять уровень жизни в стране настолько, чтобы выросла покупательская способность, и чтобы наши люди стали жить хорошо. Лозунг был такой «Едим сытно». Теперь новый лозунг. От лозунга «Едим сытно» переходит к лозунгу «Едим полезно». Это буквально партийное постановление. То есть, хватит жрать некачественную еду. Теперь Китай наелся впервые в жизни. Китай действительно сыт. У Китая появились деньги. Китай стал богатым. И появились деньги у простых людей. Даже в деревне зарпады, извини, 500 долларов. Вот я как раз хотела об этом сказать. В Китае всегда было два абсолютно разных мира. Города и сельские. Они очень резко поднимают уровень жизни даже в деревне, где у людей, а уж в городах, то отнюдь не 60 тысяч рублей зарпады. Более того, у них постановление, что к 2020 году они обещают, что их зарпады будут обгонить наши зарпады в два раза. Они будут около 120 тысяч рублей на наши деньги. Это будет средняя зарпада? Я уже не говорю о том, что практически на всех крупных предприятиях Китая сейчас уже давным-давно, это не дешевая фабрика производства, там высококолестерная рабочая сила, а инженеры и прочие столько же зарабатывают, сколько и западные их коллеги. Уже ни о каких речах о том, что бедность Китая с нищими зарплатами просто нет. Поэтому-то я и обратила внимание, что с Дальнего Востока пропали китайцы, потому что им стало неинтересно ездить с гастарбайтерами за 40 тысяч рублей в Хабаровский край строителями, когда они дома у себя получают 60, 70, 80, никуда не двигаются, они у себя дома сидят. И кушат свою собственную еду, и не работают на чужую страну. Даш, ну вот это экономическая ситуация, да, когда Китай становится самой, это действительно так, могущественной, экономически могущественной страной мира. Ведь кто-то на это смотрит, как на определенное китайское чудо. Но ведь были сделаны какие-то очень правильные шаги для того, чтобы этого добиться. Вот как это удалось стране? Да, вот такая вот, ты понимаешь, можно сказать, мы ведь начинали вместе, да, вот когда у нас перестройка, у нас перестройка. Да мы-то даже помогали еще. Нет, не, начинали были военные действия, считай, что все, мы не разговаривали с Китаем долго. У нас случилась перестройка, открылся Китай. Поперли, значит, я помню, что когда в городе Хабаровске на каждой улице было, что называется, полно китайцев. Потому что им тоже открыли, значит, мир, да. Мы же одновременно начинали-то. Я и говорю, мы им помогали тем, что вон у нас на любом там рынке в 90-е годы они зарабатывали своими там... И они стали монстр глобализации. Каким образом? Произошло то, что должно было произойти. Глобализация всегда как бы палка о двух концах. Нельзя долго играться в нее. То есть ты можешь играть в глобализацию с маленькой страной или даже со средней страной. Например, Китай давно не шьет шмотки. Все шмотки давно переехали в Азию. И шьет Бангладеш, Камбоджа, отчасти Индия. Но в основном это очень мелкие. Вьетнам шьет шмотки. То есть все вот это вот простое хозяйство, что называется, сапочки и футболки, все это уехало туда. Китай этим уже брезгует. Это уже то, с чего не начали. И ты можешь в такие вещи, ты можешь играть со страной. То есть ты можешь взять маленькую страну, как Камбоджа или Вьетнам, и перевезти туда производство типа вот такого рода. А когда ты начинаешь игру, сначала ты имеешь страну, которая потенциально для тебя просто рай, полтора миллиарда нищих, которые трудолюбивы, послушны, нерелигиозные фанатики, исключая там какую-то часть угуров, которые готовы работать по 12 часов в день за чашку рейса. Никаких тебе прав человека и прочего рядом не водится. Никаких тебе стандартов нет. Делай, что хочешь. Вот лежит огромная страна, готовая, дайте работу, дайте работу. И поначалу из нее выжили триллионы долларов. Запад заработал на Китае, мягко говоря, реально триллионы долларов, потому что эти люди работали за копейки, начали потихоньку подниматься. Но вначале это были тапочки, сапожки, шмоточки и так далее. Вся эта фигня. Потом они стали шить гораздо лучше, научились шить. А потом стало интересно, что все эти фабрики, мировое производство нужно перенести в Китай. А что такое перевести мировое производство в Китай? Это значит, что нужны люди совсем другого класса или другого образования. Потому что это уже не на машинке строчить и не что-то делать такое простое. Это нужны квалифицированные специалисты, нужны инженеры, нужны электронщики, нужны технологии, нужны инженеры, нужны менеджеры. Нужна масса людей, хорошо обучаемых. Китай начал срочно обучать свое население. Естественно, что идет рост совершенно другой рабочей силы, совершенно высококачественной рабочей силы. А что такое перенос мировое производство на такую территорию? Это же еще надо выстроить инфраструктуру, потому что когда ты начинаешь производить дорогие вещи, тебе нужны дороги, чтобы везти, тебе нужны порты, чтобы эти мощные дороги перепоясали весь Китай, привезли это все в порт, тебе нужно развиваться мощная промышленность. Это дает толчок к развитию всему, всем направлениям. В результате мы получили этого глобального монстра, в котором есть все, в котором есть прекрасная инфраструктура, мощные поезда. Я ехала из Пекина до Шенчжения. Это великолепный поезд, он идет всего 5 часов. Это поезд ничуть не хуже, это роскошный поезд, ничуть не хуже, чем итальянские или французские поезда. Это все сделано очень качественно, очень красиво. Роскошный отель, это значит появляется роскошный отель. Тут же параллельно образуется туризм. Это же все идет рука об руку. Страна начинает развиваться резким темпом. И вдруг выяснилось, что все мировое производство тепло, крепко и очень хорошо уселось в Китае. И тут пошел откат, потому что Китай, естественно, стал, во-первых, создать дорогие вещи производиться. Соответственно, они сделали, а потом они сделали ставку на то, что мы поднимаем заработок по всей стране. Мы уже вам не дешевые рабочие силы, хватит с нами играться. В результате мы из жертвы глобализации, это первая жертва глобализации, Китай стал монстром глобализации. И чтобы это понять по цифрам, то есть в 2018 год, когда в Америке посчитали, что Китай импортировал в США на 540 миллиардов долларов, а экспортировал в США на 121 миллиард долларов. То есть разница 419 миллиардов долларов. Это мы говорим о двух экономических державах. Такая разница. Это привело в бешенство, в шок и в ярость американцев, которые сами же и затеяли это. Собственно говоря, они превратили Китай в этого монстра. И тут поднялся крика, что же нам делать, потому что Китай забирает под себя все. А мы кто? А где нам? А у нас сколько там, 40 миллионов безработных в США. А куда нам девать все это? Людям жрать нечего, а хозяйство в упадке. Только военно-промышленный комплекс работает на полную мощность. А где же наши главные люди, которые голосовали за Трампа? Это сельская, это провинциальные люди, которые, естественно, говорят, верните нам работу, верните производство сюда. Естественно, Трамп, вот началась вот эта самая торговая война. Да, но если говорить сейчас о экономических предпосылках и политических, они очевидны. Но все-таки затевая такую войну, Трамп не мог не осознавать последствий. То есть страна, которая завоевала свое экономическое положение как страны номер один, вряд ли будет... Экономическое. Экономическое, да. Экономическое положение страны номер один именно так. Вряд ли будет идти на уступки Америки, которая для нее уже, ну, может быть, не является чем-то уж таким глобальным в этом противостоянии. То есть как ты считаешь, ну, мы обязательно поговорим о том, в чем особенности вот этого противостояния экономического Китая и Америки. Как ты считаешь, Трамп просчитал или сделал эмоциональный шаг? Только уже эмоциональный. Китай уже идет на уступки. Китай проигрывает гораздо больше, чем мы думаем. Если ты экспортируешь столько, и тебе первое вначале пошли на 50 миллиардов долларов, потом на 250, потом на 200, потом еще на 200, на 200, ты, если ты больше продаешь, соответственно, ты больше теряешь. Экономически, естественно, больше проигрывает Китай. Это не значит, что ты не ударишь дальше по США, потому что вся продукция в США китайская, и цены на нее резко вырастут. А возместить это пока нечем. Значит, будет инфляция, значит, будет рост цен. То есть это будет как бы рикошетом бить по Америке. Но проигрывает пока Китай. Поэтому, более того, у китайской психологии не приспособлена к войне. Китай вообще, Китай и война – вещи несовместимые. Они не любят воевать. Они для Китая вставят в слово «сделка» – это ключевое слово. Давайте сядем поговорим. Они провели уже миллион этих раундов переговоров и даже, по-моему, договорились. Кстати, мне об этом уже, я уезжала из Китая, мне уже политолог сказал, что тут есть две разные вещи. Трампу нужна сделка перед выборами. Что сказать, я такой сильный, что я даже Китай победил. А его, чтобы произвести впечатление на электорат. Видите, я возвращаю на поводу. А истеблишменту, элите США нужна война. Это две разные вещи. Поэтому Трампу реальным нужна сделка. Эта сделка, скорее всего, она уже начала заключаться. Она будет к февралю готова к праймерис. Что, собственно, предсказывали мне еще в декабре сами китайцы. Кстати, ведь объявление этой войны было, если я не ошибаюсь, в 2018 году. То есть, что-то Трампа на это сподвигло. Вот в чем причина? То есть, человек терпел, терпел. Все-таки не первый год он был президентом, как мы понимаем, в 2018 году. Да нет, так он уже и начал, собственно говоря, с того, что мы прижмем Китай. Это был один из его лозунгов. Не забывай. Просто он был отложен. Он был занят с тем, чтобы постоянно бороться за место президента. Ему не дают работать. Наконец, руки дошли до Китая. Потому что, да, ситуация такая, что, собственно говоря, ни один Трамп недоволен. Масса стран недовольны тем, что всюду мы видим китайское производство. А что они качают ото всех? Они качают от всех ресурсов и продуктов. То есть, как бы, извините, ребята, что это называется, мы вам, они нам продают, что это называется, даже когда смотрели, что продают, продают самолеты, телефоны, компьютеры. Значит, самолеты нет, самолеты они запчасти делают, но скоро будут. Они машины продают, они авто продают, они продают высококачественные вещи. Ну, какой у нас компьютер нынче не китайский, да? Какой у нас телефон нынче, все айфоны, они все произведены в Китае, да? Ну, конечно. Вся высокотехнологическая продукция идет из Китая. А что они покупают? Соевые бобы и свинины из США? Вот страшно счастливы, понимаешь? Да. Но они еще покупают у них авиационную промышленность, значит, они самолеты покупают, у них это, правда, еще покупают тоже запчасти к ним. Но, в принципе, извините, это все продукция свинины и сои бобы, то, что они сейчас обещают Трампу, это продукция с низкодобавленной стоимостью. Ну, чего Трамп-то хочет добиться? Он что вот этим простоям? Он хочет? Какая цель? Он, более того, тут еще две вещи, что он не хочет никакой равной сделки. Китай говорит, давайте 50 на 50, давайте мы вам, вы нас пустите в свой сектор. Есть, например, сектор, в который хочет прорваться Китай и США. Он касается строительства дорог и инфраструктуры, в чем Китай очень преуспел. Но это те, кто считается стратегически важным, естественно, и с точки зрения безопасности, аэропортов и так далее. Вот к чему рвется Китай. А его все США туда не пускают. Вот китайцы говорят, давайте вы нас туда, а мы вам открываем наш роскошный финансовый рынок. Мы пустим ваши банки, ваши финансовые компании, ваши пенсионные фонды, ваши страховые компании. Это все было закрыто. В Китае, так называемый, есть такой негативный лист. Это лист, он бесконечный совершенно, Лен. Там очень много всего, чего нельзя, куда нельзя пускать отрасли, куда нельзя пускать иностранцев. Китай в этом отношении хитрый. Они очень хорошо устроились. Им пришлось этот негативный лист сокращать, 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 сокращать. Они готовы пустить на свой рынок в кои-то веки, потому что они понимают, что дело уже не только в Трампе и в Америке, что весь мир там недоволен. И рано или поздно нужно будет менять структуру, потому что невозможно только экспортировать и так мало импортировать. Потому что недовольство растет везде. Такая же ситуация с Европейским Союзом, такая же ситуация с Россией. Потому что, хотя у нас может быть даже и политет нормальный, но мы им что, мы им качаем газ и мы им продаем наш лес? А извините, а покупаем у них продукцию совершенно другой добавленной стоимостью, правда? Да, совершенно верно. То есть оно может по деньгам-то выходит все нормально, то есть экспорт-импорт, все по деньгам, мы вам вот сколько наимпортировали, все у нас хорошо, на самом деле не хорошо, потому что это разная продукция. Это продукция с разной добавленной стоимостью, продукция разного качества. И совершенно одно дело качать ресурсы, другое дело продавать компьютеры. И оно не позволяет другим странам развиваться, потому что все развитие ушло в Китае. Ну, я просто вспоминаю, что вот новые станции московского метро строили не без помощи китайцев. Так что на наш рынок они заходят уже в том числе и с высокотехнологичным производством, в частности по прокладке вот этих вот тоннелей и строительства метро. Они уже все умеют делать. Вот сейчас у них, вот у умных китайских головах, у них все-таки не сидят и думают, что же нам делать. Вот я прочитала уже несколько статей в журналах о том, что они, кстати, устроили первую такую шанхайскую выставку, куда пригласили импортеров. И новый лозунг коммунистической партии «давайте импортировать», потому что стало понятно, что без увеличения импорта недовольство противодействия планам Китая будет расти везде. Более того, они уже столкнулись с ним. У них же главная идея «Шелковый путь» знаменитый, который они строят. Один поезд, один путь. Но тут же все говорят, страны, по которым должен пройти шелковый путь, соответственным образом говорят, что, ребята, так же чудесно, что ваши товары будут за несколько дней попадать в Европу. Это вам только и лучше, и прекрасно. А нам-то что с этого? И вот они уже пишут сами китайцы, что давайте мы будем договариваться и покупать у тех стран, которые проходят на шелковый путь, увеличивать импорт их продукции, начиная от животноводства, заканчивая все, что там есть. Но все-таки, ты видишь, что сельское хозяйство не делает упор, не на какую-то высококачественную вещь. Но хотя и тут они правы. Они говорят, дорога, инфраструктура построенная. Вот у нас же ведь тоже начинали, мы строили, но под руководством тех же западников, любая инфраструктура, она с собой потом несет процветание. Нет инфраструктуры, нет процветания. И что, она сама по себе несет вам процветание? Ну, они говорят, нет, а что же нам еще взамен-то? А взамен мы еще будем покупать, не знаю, ваших коров и козлов, все, что у вас там водится в сельской местности. Даша, ну вот по твоему ощущению и по мнению экспертов, с которыми ты общалась, вот в этом противостоянии сейчас экономическом, все-таки на чьей стороне мяч, кто сейчас более выигрышной ситуацией оказался? Ну, естественно, выигрышная ситуация в США, потому что Китаю не нужна война, они не любят войны. Им нужна сделка, быстро договариваться. Почему, вернее, у них и так тяжелая ситуация. У Китая происходит замедление экономики. Происходит совершенно, опять же, согласно постановлению коммунистической партии, потому что Китай переходит с экономики, значит, хочет перейти на экономику высоких технологий. То есть не только, ну, можно продажать, шить тапочки ради развлечения, если нам скучно, но чтобы сделать экономику высокотехнологичной, вообще произойти только высокотехнологичную, вообще удариться, уйти в эту область. Но любой переход любой экономики, а уж тем более такой масштабный, как китайская, целиком на высокотехнологичное производство, неизбежно, неизбежно вызывает ее замедление, потому что это огромная перестройка, да еще в таких масштабах. И Китай теряет в процентном отношении сейчас свое ВВП, не потому что он стал меньше производителей, хуже работать или обленился, что-то с ним происходит, а потому что у них, это один из главных факторов, они меняют структуру экономики, что ставит это замедление. Второй момент. У них огромное количество, поскольку они начали кушать, и, наконец-то, не накушались, у них масса стареющего населения, их надо кормить, у них пенсионеров множество, среди пенсионеров нужно что-то делать. Теперь они как-то не решают эту проблему. Лена, не пугайся, они делают ставку на демографический рост. Как? Так. Подожди, у них же там был запрет сначала на второго ребенка, потом как-то его немножечко сняли. Да, да, поскольку у них стареет население, они поняли, что мало полтора миллиарда китайцев, поэтому вначале они сняли запрет, что теперь можно одна семья, два ребенка, но при этом, если ты хочешь иметь третьего, ты просто платишь, скажем так, типа социального взноса, потому что ребенку понадобится школа, ну, государству платишь какой-то налог за то, что ты хочешь иметь третьего ребенка. Но в ближайшем будущем, как сказали мне, люди осведомленные, а разговоры все-таки с людьми осведомленными, собираются и это снять, и государство хочет поощрять рождаемость, меняется политика, потому что всю эту массу пенсионеров надо кормить, так что китайцев будет лет через 20-30 очень-очень много. Так что то, что нам кажется, что их много сейчас, это нам только кажется, потому что они переставляют свою политику. Больше хороших, нужных китайцев. Да, но с другой стороны, давай вспомним, что, слава богу, китайские туристы поддерживают, в том числе и многие города России. Это тоже ошибка, это наша ошибка. Почему? Не так уж они и поддерживают. Уже давно замечено, что и много протестов вызывает китайский туризм, потому что китайцы приезжают в гостиницу, которую строят китайцы, и принадлежат она китайцам. Значит, что? Кто зарабатывает на этой гостинице? Ну, китайцы, да. Ну да, не под какие-то налоги в бюджет, но это все. Китайцы приезжают, они требуют только свою еду, даже знаешь, что они не питаются другой едой. Рестораны и все, что там есть, и повары, все до пустомоек, все китайцы. Значит, зарабатывают кто? Китайцы. То есть что? На чем идет заработок? То есть фирма, которая приводит китайцев, она, естественно, китайская, туристическая фирма, а не российская. Может быть, там что-то как-то на переводчик, что еще. На самом деле, вся структура китайского туризма построена для того, чтобы обогащать китайцев, а не те страны, в которые они посещают. Разумеется, они очень много скупают. Тут правда. В России они скупают продукты, золото, бриллианты, парфюмы французские и так далее, и так далее, все, что у них стоит, очень дорого. В Гонконге они были главной потребительской силой, потому что 80% таких туристов в Гонконге это были китайцы, которые просто приезжали и сносили полностью магазины вот этих всех, кучи-шмучи и так далее, и дольче габана, и прочее, все. Это все они скупали просто целиком, увозили обратно. Шоппинг у них в крови. Вообще у них, по-моему, развлечения только два. Они очень любят есть, это длится очень долго, этот процесс. Блюда выбирают где-то минут 30, если выражать, как можно так долго вообще выбирать еду. Это удовольствие, понимаешь? Ресторан забит полностью. Везде ты приходишь, меню огромное, значит, они на телефон сразу скачивают меню, и долго, вот они вот это вот долго разбираются, что они закажут, они долго-долго едят. И еще они любят шоппинг. Это тоже. Ну, шоппинг у них пришло, правда, в интернет, хотя сейчас уже пошла мода на возвращение на шоппинг-моллы. Последний шоппинг-молл, который они открыли, имел такой успех в Пекине, что его пришлось закрыть на 5 часов раньше, потому что просто ничего не осталось в магазине. Был такой прецедент, да. То есть возвращается такая торговля. То есть они наконец-то наелись, у них наконец-то были деньги, они хотят жить, покупать, и они становятся рынком. Вот это самый важный момент, который заинтересовал не только США, но фактически весь мир. Я тут вспоминаю «Северный поток-2» и то, что американские санкции сделали, в том числе с некоторыми участниками этого проекта, которые так быстренько хоп-хоп, и отказались от дальнейшего сотрудничества с Россией в этом проекте. Я вот думаю, интересно, а вот что в Китае произошло? Да, понятно, что Америка сначала намекнула, потом категорично заявила о том, что мы теперь будем с Китаем довольно жестко экономически разговаривать. Они просто повысили тарифы. То есть жестко. То есть производство, они сделали производство китайское производство невыгодным. И те, кто открывал там свои производства, у кого там были заводы, предприятия, фабрики, они что, из Китая побежали или там остались? Ситуация такая. 3% уже сбежало. 30% точно скажут, что остаются. 70% все это на чемоданах. Я это прямо по цифрам раскладываю. В чем тут проблема? Сбежали, конечно, все, что легкое. Кому паковаться легко, что те же тапочки, шмотки, да. Те, кому они сбежали, естественно, в Азию. Почему остаются 30% точно скажут, что мы остаемся? Вот именно то, на чем я акцентировала внимание. Китай становится рынком. А это значит, что ты произвел на месте и тут же продал. То есть все твои дорогие компьютеры, все твои дорогие телефоны, все твои роскошные игрушки для богатых будут проданы прямо на месте. То есть у тебя не будет транспортных расходов, не будет транспортных составляющих. То есть вот это все уходит. То есть инфраструктура тоже в такой степени не нужна. То есть вот они все, все рядом. Вот тебе производитель и тут же тебе потребитель. Почему? Какой потребитель? 1,5 миллиарда человек, которые будут расти и расти и расти, и доходы их будут расти через 2 года еще выше, если дела будут у них идти хорошо у Китая. Следовательно, это первая причина, почему бежать невыгодно. Может, и Китай говорит, ага, если вы будете лояльны и останетесь, то рынок-то будет ваш. Значит, вы посчитаете свои доходы, расходы? Да, вы на чем-то потеряете, но на чем-то и выиграете. Второй момент, третий момент, почему не готовы бежать. Хорошо, куда побежишь? Нужно найти страну, где ты найдешь такую же квалифицированную рабочую силу. Да. А ее нету. Чтобы рабочие, которые могли делать телефоны, компьютеры и так далее, в таком количестве, где, в какой стране ты найдешься? А Индия нет, не подходит для этого разве? Индия подходит, но Индия, во-первых, развивается сама в этой сфере очень сильно и не очень-то хочет кого-то пускать в эту сферу, потому что у Индии технологические взлеты, что касается именно компьютерных технологий. Да. А чего им кого-то пускать, они сами прекрасно на этом зарабатывают. То есть перебираться в Индию, оно невыгодно, потому что она уже сама, сама сильна в этой сфере. А дальше, ну, других, это же странно. В Японии там очень дорогая рабочая сила. Ну, хорошо, а та же Бразилия, например, нет, не подходит? Я просто по странам БРИКС иду, да, с которыми у нас. А где ты там нашла, что такого у нас компьютерного или высокотехнологичного производства в Бразилии? Ну, я просто так логично думаю, может быть, Америке-то интереснее. Во-первых, это далеко, нет. А где ты возьмешь такую? Ну, понятно. То есть это, представляешь, что такое, кадры, которые ковали столько лет. Несколько десятилетий ковали лучшие кадры. И кадры, начиная от человека, то есть человек, который может делать такую тонкую техническую работу, которую нужно учить лет 10. Я уже не говорю действительно о другой сфере, о менеджерах, инженерах, наладчиках, всё что угодно, обслуживании всех этих станков, предприятий и так далее, и так далее, и так далее. То есть только ты представь, сколько это всё стоит. Это силы и рабочие нет. Нет, следующее. Опять же, это должна быть страна с прекрасной инфраструктурой, в которой вгрохали в Китае все деньги. То есть ты не только должна найти количество, что по бразильским джунглям ты будешь встроить дороги, бегать в Бразилию. Ну да, да. То есть должна быть прекрасная инфраструктура. Всё должно быть идеально отстроено, отлажено, как отлажено в Китае. А в Китае отлажено идеально. У них всё подходит тютелька в тютельку, и каждая дорожка ведёт куда надо, перекрещивается с той, которая надо, и порту не грузится всё по часам. Поэтому о чём мы говорим? Из-за этого всё как бы бежать, некуда пока бежать. Понятно. В таком случае... Ну не в Россию же с нашими тайгой и дорогами и так далее. Ну согласна, да. У меня тогда... Куда бежать там? Возникает вопрос. Вот смотри, не так давно до вот этой командировки в Китае ты побывала в Гонконге для того, чтобы понять, что происходит там. Вот это отношение между Гонконгом и Китаем сложное. Слушай, а не является ли тогда вот то, что ты наблюдала, частью вот той же самой торговой войны? Это, кстати, первый вопрос, который задавала практически всем политологам и учёным, занимаясь исследователем. Практически все на него ответили нет. Это было для меня удивлением. Естественно, они не дураки. Они прекрасно видят, как они... Есть такое китайское выражение «чёрная рука Запада». Чёрная рука, типично по-китайски. Они прекрасно видят, кто подливает масло в огонь, как это всё организованное и так далее. Но, говорят, проблема отчасти ему виновата. У китайцев есть очень хорошее чувство, хорошее, вернее, свойство характера. Они умеют свои ошибки просчитывать, обсуждать и осуждать. Они вот не будут валить на всё, что вот... А, вы виноваты там, виноват ветер, буря, внешние силы и так далее. Они себя скорее обвинят и говорят, что мы действительно упустили Гонконг. Вся ситуация назрела... Гонконг – это часть западной территории. Они так называют. Территория – это китайская, а ментально, идеологически, это западная территория. Часть запада, ментально. И что произошло? То есть, во-первых, Гонконг, не забывая с 1842 года, я пересказываю то, что они говорят, да, с 1842 года является британской колонией. Это очень долго. А передали его только в 1997. Спрашивается, почему так легко и охотно Британия передала его Гонконгу. Может быть, не очень охотно, но передала. Дело в том, что практически за, ну, не два века, ну, да, больше, чем 150 лет владела Британия. Это давно уже... Они воспитали, там уже поколение и поколение, воспитали людей, которые мыслят по-западному, по-другому. Да. Ты, может быть, сильно удивишься, но расчет запада был вот в чем. Что не Китай переделает Гонконг, а Гонконг переделает Китай. Но масштабы, масштабы не было построено. А они считали... Ну, ты знаешь, кто совершает революцию? Большинство. Конечно. Героическом, типа, меньшинству совершает революция. А большинство, оно всегда инертно. Они считали, что Гонконг весь такой себе передовой, демократичный, весь из себя такой крутой, и Китай будет страшно беден, и весь нищетей. И вот такая западная картинка, что это будет такой западный Берлин. Поняла? Интересно, да, да. То есть Гонконг был вариантом западного Берлина, который будет дразнить Китай, показывать, что если вы будете как мы, то вы будете жить как мы. Слушай, умно. Это казалось неумно. Потому что рядом Дэн Сиопин просчитал этот шаг Гонконга. И первая свободная экономическая зона появилась рядом с Гонконгом под названием Шэньчжэнь. Это вообще какая-то деревня. Сейчас у нас самый большой мегаполисов мира. И выросла за 20 лет. Только мечта Дэн Сиопина на самом деле сбылась, потому что он хотел, чтобы они слились в объятиях и стали третьим мировым центром и торговли, и бизнеса, и всего после Токио и Нью-Йорка. Гонконг застрял в своем понимании, потому что Гонконг продолжал печатать, что из денег деньги, но ничего не знал о производстве. А Шэньчжэнь перевел все производство в Шэньчжэнь. Там не только занялись, они устроили свободную экономическую зону первую. Они уложили все. Там было снято очень много налогов, много свободной, в общем, они бы сказали, что это реально свободная экономическая зона. В результате он стал расти в Шэньчжэнь, как просто вот, ты знаешь, как говорят, город вырос за 20 лет. Он красивый. Он начитается, в каком-то году ЮНЕСКО признала его творческим городом дизайном. Там только философов работают, 30% всех философов в Китае работают в Шэньчжэнье. Казалось бы, зачем Шэньчжэнье философы? Там Huawei, там iPhone, там Lenovo. Практически все крупнейшие компании, они там, они все сидят там. И вместо того, чтобы совмещать, там биржа, там есть все. Вместо того, чтобы совмещать вот это печатание денег, то есть быть просто, не быть All Street, а стать производственной базой, Гонгог остался на уровне All Street. Он ничего не производит. Понятно. И поэтому Гонконг, который был 20% ВВП, стал 2% ВВП Китая за эти годы. И за эти 20 лет у Гонконги началась паника, потому что они поняли, что не они станут, как мы, а мы станем, как они. И вот этот, все эти взрывы, потому что первая ряда лица Зонтиков была 3 года назад, все эти взрывы абсолютно неизбежны. Китайцы уже это поняли, хотя это тоже китайцы, да, что это потерянные поколения. И следующее будет, и даже если сейчас революция заткнется, мужики, да, сказал, мы будем сидеть и ждать. Вот Сергей все время говорил, мы не будем вводить войска, хотя это не пусть добивают свой город, ничего мы тут сделать не можем. Полиция будет работать, чтобы как-то поддерживать порядок и так далее. Но это все, это потерянное поколение. Они ничему не научились. И дети будут точно такими же. Рано или поздно произойдет замещение населения, все. То есть, как они говорят, мы вас очень сильно... А я говорю, ну они же захотят уехать. Они говорят, мы пожелаем им счастливого пути. Ты знаешь, я просила эту правду. Мы их очень любим. Но если они захотят уехать, мы возражать не будем. Знаешь, типа скатертью дорога, мы вас очень любим, да. Но территорию мы никогда не отдадим. А если вы хотите уехать, то пожалуйста, господи, жалко. Мы вас просто обливаем слезами по вашим вам поточкам, вашим отъезжающим кораблям и самолетам. Понимаешь, вот такая абсолютная позиция, циничная. Типа, а вот Гонконг не отдадим. Слушай, ну это да. Совершенно. Они прекрасно говорят, да, мы ошиблись. Да, мы их не интегрировали. Да, мы если могли сделать образ, могли бы вложиться в интеграцию их, попытаться их возить хотя бы сюда, показывать, что такое шиндень, которые никогда не ездили в двух шагах, да. А мы вот как-то вот все это провороним. Ну что случилось? Что случилось? Как обуврать нам вот тут уже пролито молоко, тут уже ничего не сделаешь. Мы всегда, когда говорим о Китае, в первую очередь имеем в виду и то, что это главный долларовый кредитор Соединенных Штатов Америки. И если потянуть за эти бразды, за эту узду, то американский конь должен взлиться и почувствовать всю мощь и силу Китая. Так это не так, что ли, получается? Вот не так. Да, действительно, 1,12 триллионов долларов – это официально те деньги, которые должна Америка Китаю. А дальше что им делать? На самом деле долларовая петля, потому что это уже не американский доллар, это уже китайский доллар. А как ты свои деньги будешь гробить? Если ты будешь ронять, если сбрасывать доллар, то фактически ты свои собственные деньги убиваешь, это твои деньги. И они прекрасно понимают, что сбрасывать доллар и пытаться его понизить – это не только крах нашей экономики, это крах всей мировой экономики. Это будет не 2008 год, это будет просто… Они мне даже такой термин привели. Это будет взрыв ядерной бомбы в экономике. Китайцы очень выражение, ты знаешь, аккуратны. Взрыв ядерной бомбы. Поэтому мы сами в этой долларовой петле, мы пытаемся избавиться от нее. Более того, они сделали все-таки добились того, что юань стал резервной валютой, значит, мировой признан. Это всего 10%. А куда им девать доллары? У них все, что приходит, им платят долларами. Страны бомб получают доллары. Экспортерам они вынуждены платить в юанях. Значит, нам напечатают юань, это вызывает инфляцию. Им тоже переизбыток долларов. Поэтому, чтобы не потерять, они вынуждены на эти же доллары опять вкладывать в облигации США, чтобы не потерять деньги. Это такой порочный круг, который они сами прекрасно понимают. То есть, они вот… Вот это вот такая доллар… Америка может сидеть совершенно спокойно, потому что доллар за доллар будет, а доллар будет глубоко печься Китай, потому что он не может ничего с ним сделать. Но Америка может спокойно сидеть и в своей роли глобального экономического лидера, или все-таки нет? Смена-то грядет или нет? Нет, экономическая смена, грядет, это понятно, что Америка уже давно не глобальный экономический лидер. Но вот в вопросе, кто кого за что держит в этой ситуации, Китай, Америку или Америка-Китай, можно сильно поспорить. Потому что это, знаешь, это как оба держат. И тут уже никто не может рыпнуться, потому что рыпнется Китай, посыпется вся мировая экономика, первая же пострадает. Мы все будем погребены под этим, под этими просто обломками. И Россия, вся мировая экономика просто, это будет всемирный крах, это не просто Великая Депрессия, не только где-то в Китае или США, нет, потому что мы будем просто под обломками этих двух экономических держав. Поэтому тут ситуация, доллар продолжает себя чувствовать спокойно в китайских руках, хотя это главный кередитор. Ну, понятно, в таком случае вот эта торговая война, это дергается одна сторона, ей отвечает другая, дальше они находят некий компромисс. Ну, а роль России-то в этом противостоянии, она какая вообще? Нет, ну, все-таки прежде, чем переходить к роли России, вот ты говорила о том, что Китай глобальный лидер. Но Китай глобальный... Китай четко... Я много раз спрашивала в Китае, вы вообще готовы быть глобальным лидером? Хорошо. Вы хотите быть глобальным лидером? И все мне четко сказали, если вы спросите об этом представителя Си Цзэмпини, он вам скажет, нет, 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 никогда. Что не устраивает Китай? Китай никогда не хочет быть мировым полицейским. Это не его роль. Они вообще не приспособлены, как я тебе говорила, к войне. Даже когда мы были сильные и богаты, мы даже никуда не двинулись от своей территории. Никуда. Даже в древние времена мы так и сидели, где сидим. Это не наша роль. Мы не любим это. Нам не нравится быть мировым полицейским. Для нас было глобальным шоком, когда после ситуации с Крымом и Донбассом Россия на следующий год вошла в Сирию и выиграла там. Мы не могли поверить. Нам казалось, что после такого санкции, проблемы, весь мир подверг таким... То есть все, Россия в изоляции. И вдруг Россия берет и входит в Сирию. И она берет ситуацию в Сирию под свой контроль. Поверить в это не мог никто. В Китае посадили с шоком. Мы на это не способны. Максимум, что мы посадили бы это денег и советников. Все. Это чисто по-китайски. Я тебе приведу пример. В той же Африке. В Эфиопии у них был бизнес у китайцев большой несколько лет назад. И получилось... Это, я думаю, была провокация какая-то рассчитанная. Успешный бизнес. Нападение на китайцев было. То ли 8 человек погибло, то ли 9. Они собрали шмотки и уехали. И лет 10 их там не видели. Потому что им война не нужна. Потом не вернулись, когда уже там секьюрити со всеми делами. Но уже когда прощу в ситуацию, что там уже остаются безопасны. Китайцы в опасное место не полезут. Это не их менталитет. Поэтому они очень четко говорят так. Наши экономики, Россия и Китая несравнимы. То есть ваша экономика, ну просто, ну что там говорить по сравнению с Китаем, это ничто. Но у нас есть качество, которым мы не владеем. А, хотя нас называют превосходными дипломатами, мы никогда не умели играть в дипломатию, так как играет Россия. Россия, не имея ничего, фактически, по сравнению с Китаем на экономическом уровне, умудряется играть роль во всех мировых делах. А мы, обладая самой большой мировой экономикой, всего лишь пока экономический лидер. То есть играть политическую роль мы не научились. Нам этому еще учиться и учиться. Второе, они называют, у них есть очень хорошее выражение нашей нации, они вот даже затруднялись перевести, как нация, готовая к битве. То есть не агрессивная нация, а нация, готовая к бою. То есть, вот если у нас какая-то ситуация, мы все сядем и будем думать, и думать, и думать, и думать, потому что мы китайцы. И просчитывать, а нужно ли бы, да мы все ли бы думали лет 20, а входили нам туда или нет. Потому что у нас такой менталитет. А вот сюда, а если в эту сторону? У нас так настроено мышление. Русские встали-пошли, и нам надо кажется, что русским нравится риск. Ужасно любят в Китае смотреть всякие видеоролики, как вот летит там, не знаю, самолет российский, летит самолет китайский. Вот китайский, если плохая погода развернется, улетит обратно, потому что так не делается. А русский летчик сядет где-нибудь в кукурузном поле, и все счастливы. Вот они говорят, как русские это делают. Им это нравится, они так устроены. То есть это другая психология. Потому что мы, кстати, про себя говорим, долго запрягаем, но быстро едем. А вот они, наоборот, считают, что они просто столько запрягают. Они, наверное, по нашим масштабам, они долго себя думают и прочитают. А все прочитать невозможно. Вот в этом, говорят, это наша слабая черта. Мы не способны на риск. Единственное, нам очень не нравится, поэтому они с Трампом договариваются, поэтому они идут на все уступки, поэтому они в этой торговой войне сейчас готовы вести 25-е китайские переговоры, только чтобы улазить ситуацию. Потому что они не любят риск. А без риска, к сожалению, в мировой игре какие бы прекрасные карты не были. Это как покер. То есть в покере выигрывает не тот человек, у которого хорошие карты, а тот умеет блефовать. Вот китайцы блефовать не умеют, это точно. Это не их психология. Российские игроки совсем неплохи. Они считают, что наши игроки умеют блефовать. То есть мы из минимума того, что имеем, выжимаем максимум на международной политической арене.